сегодня наш главный герой родственник царя михаила романова первого романова на царстве хороший вроде парень но это не профессия для самурая недостаточно настоящий самураи это воглы 5 или 6 воглов даже точного числа никто не знает вот они настоящие молодцы сейчас я вам про них расскажу но сначала напомню про лайки ваши лайки очень важны для нас для вас секунда а для нас от реальной возможности продолжать однажды при лая из точки а в точку б по каким-то очередным сугробам дело было в колонии поселения на северном урале и по такому случаю меня сопровождал служивой о чем-то беседовали и в какой-то момент я поняла что схожу с ума этот человек говорил по-русски это была русская фонетика только я ни слова не понимала это было как у кэрла в алисе воркалась хрифтки и шарки парялись по нове и хрюкатали зюлюки как музыки посыл понятен и зюлюки хрюкатают тоже понятно но не так чтобы очень это был вогл исчезающая народность кореша династии романовых я кстати самозванка мне кажется что вогулы совершая свой подвиг 400 с лишним лет назад внутренние стихи до руководствовались римским принципом делай что должно и будь что будет и так чердань глухой уезд в уральской тайге деревня нырбка край вогулов это и сейчас черт знает где однако места фантастические и мистические и вот в эту нырбку в сентябре 1601 года прибывает москвичи кстати по одной из версий москва финногорское слово ва вода знаете как в тех местах реки называются ссылва колва я его косева пилва тулва так вот москвичи стрельцы то есть росгвардия по-нашему привезли важного узника того самого михаила романова это дядя царя будущего царя и его полный тезка но тогда никто об этом не знал царь борис гудунов догадывался и желал стереть всех романовых с лица земли вот боярину михаилу романовую досталось его обвинили в попытке госпереворота и отослали в яму в нырбе действительно вырули яму и посадили туда несчастного романова там он реально сидел не мог даже встать и прожил так год к большому удивлению и неудовольствия стрельцов а им хотелось поскорей домой в москву командировочных им не платили но как стрельцы его не кормили были заинтересованы поскорей его мучить и стали следить и выследили они поймали детишек вогульских детишек которые стреляли из тростниковых трубочек в яму ягелем смоченном в молоке и трубочки были запаяны хлебным мякишем они кормили узника стрельцы схватили их родителей пять или шесть человек здесь источники разнятся и отправили их в казань чтобы там начальство разобралось по чьему наущению они узника поддерживали наверняка же госдеп или еще какие иностранные агенты но не сами же додумались помогать все как обычно у нас испокон веку эти люди выдержали пытки их и на дыбе пытали 6 лет они провели в тюрьме один или двое скончались остальные потом вернулись и вот я искала искал их имена я в нырыб ездила нет безымянные нырыбские жители но вот их поймали а потом стрельцы спустились в яму и придушили узника и отправились домой в москву а там вскоре новая власть как обычно и как раз романовы они там жестко дали всем по шее а жители нырыба освободили от налогов на веки вечные веки вечные продолжились до 1927 года когда родная советская власть доглядела за таким царским безобразием налоги вернула акова михаила романова и по сей день хранятся в черденском краеведческом музее а в нырыбе и сейчас сплошные зоны по итогам переписи населения там живет 7 тысяч человек половина из них заключенные но уже ни налоговых льгот ни вогулов ни милосердия а и и и и и и и